У меня будет просьба ответить на три маленьких вопросика. Название URL-магазина, количество заказов в месяц и сколько уже существует в вашем магазине. Мне интересно понять, кто здесь есть, чтобы максимально адекватно и интересно провести наш вебинар. Есть от этого магазина, но тоже неплохо, как раз вебинар у нас для тех, кто начинает. О, у нас уже есть даже магазины с большим количеством заказов. О, у нас уже есть магазины с большим количеством заказов в месяц. Боятся отвечать, пока, мне кажется, половину. Окей, хорошо. Ну, давайте вернемся. Соответственно, давайте теперь я познакомлюсь с вами. Меня зовут Михаил Круф. Я работал достаточно много в интернет-компаниях на стороне сервисов. В последние три года я работаю на стороне уже магазинов. Начал в аудиомании, это первый мой опыт в e-commerce, работе на стороне клиента. До этого я работал в микс-маркете в e-commerce, но на стороне сервиса. Ну, соответственно, активно выступаю, делюсь знаниями. Если интересно, Драханов.ру, проект, который я там перезапускаю с нуля, и буду там о цифровых знаниях, можете смотреть за образователями моими событиями на Education или там подписаться на рассылку. И в ближайшее время я запущу, буду постить информацию, интересно, о интернет-маркетинге для e-commerce проекта. Соответственно, мы сегодня будем рассказывать, наша тема о том, как же получить первый заказ за владельцу интернет-магазина и вообще, наверное, ключевой вопрос, когда начинать маркетинг. Вот буквально вчера, как раз отвечен на этот вопрос, когда начинать маркетинг, буквально вчера прочитал очень интересную статью, о том, что запускалась кофейна в Казани, и человек запустил кофейну, по факту без рекламного бюджета, он начал публично рассказывать о всех шагах, там даже сметы, насколько я понял, выкладывал, все-все-все-все. И в итоге за где-то полтора месяца он собрал с эту группу во ВКонтакте около трех человек, там тысяч человек, и первые несколько дней у них было очень-очень много заказов. Поэтому к вопросу о том, когда начинать работать с привлечением клиентов к вашему магазину, надо начинать работать еще до того, как вы стартуете. Потому что когда вы уже стартуете, вам уже нужны клиенты. И пока вы стартуете, можно уже или рассказывать, или делиться, заодно можно как раз протестировать быстренько нишу, опросив ту аудиторию, к которой вы имеете доступ. Ну, соответственно, давайте пойдем по нашему плану. Основа наше все. Давайте я немножко согласую наше понимание, чтобы мы хорошо друг друга понимали. То есть, в принципе, в бизнесе, в любом бизнесе, неважно какой бизнес, я выделяю четыре основных бизнес-блока. Это маркетинг, продажи, продукты и бэк-офис. В рамках интернет-магазина продукт состоит из, соответственно, трех компонентов, трех элементов. Это IT-инфраструктура интернет-магазина. Причем здесь я пишу IT-инфраструктуру, а не CMS. Система управления сайтом – это часть вашей IT-инфраструктуры. Потому что у вас должна быть, соответственно, система управления клиентами, которая называется сериям, система управления складом, закупками и так далее, и так далее. И в идеале все это должно быть в рамках или одной системы, или, если это и разные системы, эти системы должны быть вместе как-то синхронизированы, слинкованы и вместе должны обмениваться между системами информации. Должна проходить. Соответственно, следующий продукт – управление ассортиментом и склад и, соответственно, логистика. Как логистика в, то есть закупка, так и до покупателя. Ну и, соответственно, бэк-офис. В бэк-офис входит все, что мы не обсуждаем. Как говорится, наименее это важно подразделения, которые помогают обслуживать бизнес. Это, соответственно, бухгалтерия, HR, это АХО и так далее. Ну вот как раз, Татьяна, да, Advant Shop – один из немногих, кто сделал сериям внутри. Телефония тоже внутри. Ну вот, Татьяна, а склад как у вас? Управление складом, управление логистики – это тоже очень важная вещь. Соответственно, вот как раз вам очень вопрос интересный, чтобы по поводу вопросов. Если у вас возникают вопросы, пишите, я буду реагировать на них сразу же. Если вопрос там, на этот вопрос не будет отвечать дальнейшие слайды, я сразу отвечу. Если дальнейшие слайды, то немножко придержу. Соответственно, вот давайте как раз, чтобы было более активно, задам вам вопрос. Вот как вы, то есть я вам писал как бы структуру, как это внутри. Как вы считаете, какой основной продукт, не продукт и питание, а продукт, продукт, товар, услуга, который предоставляет любой магазин, неважно, что он продает? Как вы считаете, какой основной продукт, почему клиенты, зачем приходят в интернет-магазин? Илья и Сергеев, вы вообще не правы, категорически не правы. Люди не за ценой приходят. Валерий уже ближе. Евгения тоже ближе еще. Смотрите. Илья правильно говорит. Если вы считаете, что ваша целевая аудитория приходит в интернет ради экономии, забудьте делать вообще, закрывайте все и не делайте интернет-магазин. То, что существует такой миф, что люди в интернет идут только за ценой, не настолько верен, как верят в него все остальные. Люди идут для того, чтобы им было удобно. Им удобно в любом месте, в любое время сделать заказ и удобство получения в любом удобном для них месте этого заказа. По факту они экономят время. Поэтому за ценой идут действительно на вид. То есть, да, сейчас это в силу того, что у нас такое экономическое положение, то многие идут в интернет, так как там дешевле, так как меньше затрат, хотя уже на самом деле сейчас не настолько меньше затрат у e-commerce и оффлайна, чем в других вариантах. То есть, у них обоих достаточно нормальные затраты. Единственное, что в оффлайне есть постоянные затраты в виде аренды персонала достаточно большого. А в онлайне в меньшей степени это есть, но все равно тоже присутствует. Просто, понимаете, здесь вопрос заключается в чем? Если вы верите, что цена это единственное, за чем люди идут, то вероятнее всего вы вообще всю вашу макетинговую активность будете ставить именно на стоимость, то есть демпинговать. А демпинг никогда, вообще никогда ничего не дает хорошего. Вот все клиенты, вот как раз я немножко уберу в сторону, но потом вернусь. Все клиенты, которые к вам пришли и купили же с первого перехода, все понимают мультиканальный анализ, что такое или нет? Ну вот мы с AdvanShop как раз проводили год назад, кажется, по мультиканальному анализу. Татьяна, а вы сможете найти ссылку на мультиканальный анализ? Сейчас, секундочку, подождите, пожалуйста, я быстренько найду, может быть сам. Субтитры сделал DimaTorzok Так, вот здесь есть ссылка, можете поискать еще на ютубе по моей фамилии и имени. Мультиканальная атрибуция трафика, и где-то еще были вроде записи, я не помню. Почему-то здесь плохая, немножко битая. Ну, в общем, нету, к сожалению, в хорошем качестве, надо будет перечитать. Вот, Татьяна, если хотите, можете еще раз по мультиканальной атрибуции поговорить. Это фото для всех моделей. Окей, там уже это про AdvanShop разговор есть. В общем, суть заключается в чем? Давайте я отвечу, что такое мультиканальная атрибуция. Так или иначе, человек приходит через несколько различных источников. Там поиск, контекстная реклама и так далее. И вот это все считается мультиканальной атрибуцией. То есть, когда человек, когда вы смотрите не просто, как в Google Analytics, кто последний, но не прямой трафик. В Яндекс.Метрики вообще по последнему самому, даже если это прямой трафик. Прямой трафик – это трафик из закладок, или пользователь вас набрал. На самом деле, в прямом трафике кроется много непрямого трафика, так как это может быть неразмеченный трафик из e-mail, или так далее, так далее. Поэтому, если вам человек пришел и сразу же купил, он не возвращался через другие каналы, то для вас этот клиент не лояльны. То есть, по факту, как только ему предложат чуть меньше стоимость, он уйдет. Поэтому, если вы вообще всю стратегию будете ставить на том, что ваши клиенты гонятся за ценой, то по факту вам имеет смысл вообще даже не запускать интернет-магазин. В данном случае вы не выиграете, потому что, если вы будете демпинговать от розничной рекомендованной цены, цены есть RRC, такой термин, рекомендованная розничная цена, то вас будут постоянно пинать и поставщики, и, соответственно, другие интернет-магазины. Ни одному интернет-магазину не интересно, чтобы кто-то демпинговал. Поэтому ценой выиграть клиента вы не сможете. Единственное, с чем вы сможете, это сервис сам. Окей. Ну вот, Татьяна, сделайте действительно отдельную рассылку по мультиканальной атрибуции. Мы как раз с Гая в прошлом году делали эту запись. Окей, соответственно, давайте еще раз. Алиэкспресс, главная задача, то есть бизнес-блоков, там все сидят из-за цены. Нет, не все из-за цены сидят. Алиэкспресс дает очень обширный объем товаров. Илья, пожалуйста, самое главное, давайте еще раз скажу. Я скажу очень эмоционально, чтобы вы запомнили. У каждого из нас есть своя карта мира. И мы эту карту мира используем активно для принятия любых решений. Как маркетолог, как предприниматель, вы свою карту мира должны засунуть в жопу. Именно в жопу. Далеко и надолго, чтобы она тогда вообще не светила. Суть заключается в чем? В том, что ваша карта мира и карта мира ваших клиентов не всегда будут совпадать. Вот я не понимаю, почему клиенты покупают со смартфонов. Я не могу купить со смартфонов. У меня есть хороший смартфон, 5,5 дюймов, нормально все видно. Я даже на ноутбуке не покупаю. Я покупаю на нормальном настольном компьютере. Но у моих клиентов, некоторые их клиенты, то есть потребители, покупают у них через смартфон. Заходят через смартфон, прямо через смартфон покупают. Я не понимаю, как люди начинают цепочку с десктопа, а потом оформляют заказ в смартфоне, в мобайле. То есть я этого не понимаю. Для меня это как потребителя неудобно. Но как для маркетолога я понимаю, что есть другие карты мира. Поэтому, опять же, Илья, то, что вы считаете, это ваше личное мнение. При построении бизнеса, если вы маркетолог, если вы активно хотите развиваться как маркетолог, ваше потребительское мнение вообще не должно быть. Потому что у меня есть клиенты, где я веду достаточно большие бюджеты, несколько сот тысяч рублей ежемесячно. Для обычного потребителя даже 5-10 тысяч в рекламу отдать, это очень большие деньги. А если это 50 тысяч, условно, моя зарплата месячная, ежемесячно отдавать, это вообще. То есть вы должны научиться принимать решения именно объективные, а не субъективные. Это очень сложно, но вам надо научиться вашу карту мира отложить в сторону. Если хотите, чтобы это было эмоционально, действительно засунуть в жопу. Sorry, если кому-то не нравится, это эмоционально запоминается лучше, чем неэмоционально. И вот как раз важный момент заключается в чем? Из всех бизнес-блоков, единственный блок, который именно ключевой, это маркетинг. Потому что именно этот бизнес-блок живет во всех временных зонах. И в прошлом смотрит, что было с клиентами, в настоящем помогает и продавать, и развивать продукт. И смотрит в будущее. Соответственно, давайте поговорим от этого. Я не понял, о чем это... А, это Александр там переписывается. Ну да, жестко, но как есть. И, соответственно, маркетинг, он помогает в том числе развиваться. Все остальные подразделения, бизнес-блоки живут только в настоящем. Поэтому, когда мы говорим о маркетинге, что же такое маркетинг? Маркетинг – это три функции. Мы сначала анализируем потребность целевой аудитории. Вот все, кто ответили, что цена – ключевой элемент, вы не понимаете вашу потребность. Вот для меня, например, цена вообще не ключевой элемент. Для меня это удобство. Я приехал, взял заказ, я не бегаю, не ищу, в каких магазинах он есть. Там цена для меня вообще не актуальна. То есть, да, я там не покупаю какие-то по бешеным ценам. То есть, я понимаю приблизительно, сколько я готов заплатить. Но вот адекватный потребитель готов всегда это понять. А цена как именно фактор для принятия решения. Вот один из примеров, очень интересный пример. Вот все говорят, вот цена, цена, цена. Когда-то давно, когда мы покупали холодильник, нам нужно было максимально широкий холодильник купить. Который бы влез во все наши косяки. Мы померили все наши косяки и пришли в обычный офлайн-магазин. Тогда еще холодильники и бытовая техника крупно не продавалась через интернет. И пришли, и подошли к консультантам. Говорим, слушайте, ну вот у нас задача такая. Мы хотим максимально широкий холодильник, который во все войдет наши косяки. И назвали параметры все. Никто нам, к сожалению, не помог. Мы лазили, осмотрели все эти холодильники, обмеряли и выбирали. То есть проблема заключается в чем? Вот все любят работать по стандартам. А на самом деле бывают очень-очень много причин. Потому что там, не знаю, человек хочет такой-то вариант. И это вообще катастрофическая ошибка, когда вы не слышите клиента, вы ему продаете цену, а клиент говорит, вы знаете, мне нужно качество, я за него готов заплатить. А вы говорите, а тут хорошая цена. Он говорит, я готов переплатить. Вы говорите, а вот эта модель лучше, у нее она дешевле. Это вообще тихий ужас. Понимаете, вот это как раз самое худшее непонимание потребности вашей целевой аудитории. В вашей целевой аудитории может быть несколько. У вас вообще в идеале не один портрет целевой аудитории, а должно быть, может быть, десятки различных вариантов детальных портретов. После того, как вы оценили потребность, вы уже понимаете, как вы можете удовлетворить эту потребность. И создаете, или, соответственно, предлагаете товар. Да, предлагать надо ценность, а не цену. Но надо понять, какая ценность в этом товаре или продукте, услуги для данного конкретного клиента. Это отдельная письма. Я просто работал в продажах очень много лет. У меня очень хороший капитальный опыт в продажах. Поэтому я прекрасно понимаю, как продажи работают. А вот как раз те маркетологи, которые не практиковали в продажах, они очень плохо-плохо думают. Вот рекомендую всем маркетологам сесть и попродавать хотя бы полгубика. Вы тогда вообще сразу все поймете. Самые лучшие маркетологи вырастают из салзов. Ну и, соответственно, третья функция – это товаробмен продажам. И вот самое главное, что я, ну я, в принципе, уже ответил, что вот здесь самое-самое главное. Самое главное – это понимание вашей целевой аудитории. У кого есть портрет целевой аудитории, которая занимает, и даже, скажем, портреты, которая занимает не менее формата половинки странички А4? У кого такое есть? Причем не в голове, а в электронном виде или в бумажном виде описаный портрет. У кого? У кого? У нас сейчас здесь аж 30-29 человек без организаторов. И у всех, кто есть, у вас есть он очень хороший, описаный. Вы можете представить реального человека. Вот Евгения, Валерий, Елена. А, там Елена нет, да? Вот понимаете, вы, это вот все, кто ответили нет, если у вас магазина нет, вам стоит уже сейчас задуматься. Если у вас магазин есть, и вы ответили нет, я вам скажу, что вы делаете самую глупую ошибку. Продавать все и всем лет 10 назад еще может быть, даже как у лет 10 назад, лет 15-16 назад до начала нашего века еще куда не шло. Уже лет 10 я, к счастью, не слышу такие, что мы продаем все и всем. Сейчас мы просто продаем что-то, но стараемся продавать всем, кто купит. Такое периодически я слышу. Но по факту вы должны понимать вот здесь, вот как раз давайте, почему важно понимать целевую аудиторию. Вы знаете, это смешно. Но у потребителей проблема выбора. Выбор настолько огромен, что если вы не понимаете вашу целевую аудиторию, вы им просто выкидываете на «сиди выбирай». У кого вот были ситуации, когда вы приходите в магазин, там, не знаю, колбасу, сыр, что-то выбираете, устаете выбирать, разворачиваетесь и уходите? Вот, вот понимаете, если у вас не было, значит у вас магазины очень маленькие в округе. А на самом деле у нас сейчас у как потребителей вообще катастрофа. А следующая катастрофа еще забавнее. Объем рекламы, который мы видим, вот хорошо, попробуйте угадать количество различных рекламных сообщений, которые каждый человек в среднем видит в день. Предположите. Слушайте, вы вообще предположите такие, в среднем он может видеть от одной до двух тысяч различных рекламных сообщений. Я говорю, что не в том плане, что он обращает внимание. Обращать внимание вы можете на несколько десятков, может быть даже пару сотен. А в поле видимости потребителя сейчас, может быть, даже будет еще и возрастать, попадает, может быть, и до двух, до трех тысяч различных рекламных сообщений. Едете, не знаю, на машине, в автобусе, все стенды, которые светят на растяжке, все вот эти наружки, которые стоят, вы ее видите. Пока, если там в метро вы едете, вы пока смотрите по бокам, вы эту рекламу тоже в ваше поле зрения. То, что рекламу начали игнорировать, это да, уже такой срабатывает рефлекс. О, реклама, мне это неинтересно, и все. Но на самом деле, вот это как раз проблема, почему вы должны понимать. То есть, вот как раз возвращаемся к тому, о чем я хотел рассказать. То есть, у вас должно быть как минимум одно из трех на старте. или хорошее понимание потребности вашей целевой аудитории, то, что они выбирают по цене, это нехорошее, это называется отмазались. Типа, мы идем в интернет, зачем? Потому что так все делают, отмазались. Потому что там нам начальник сказал, что надо все-таки запустить интернет-магазин. Да не взлетит он. Это, знаете, делать что-то для того, потому что все делают. Все прыгают с крыши, давайте я тоже с крыши прыгну. Если вы не знаете вашу аудиторию, не понимаете ее, это очень плохо. Ищите человека, который будет понимать. Или идите на marketrbc.ru, покупайте исследование, которое вам расскажет о вашем рынке, где вы хотите работать. Понимаете, это взять, пойти в незнакомый город, и это избавиться от всех карт. А потом постараться найти адрес в томной ночи, когда никого нет. Зашибись. То есть, как без карты можно найти что-то, если вы в незнакомой территории. То есть, или вы понимаете это, знаете эту территорию, или вы не знаете. Если вы не знаете, у вас должен быть там или материал, который вам поможет это узнать, или человек, который проведет. Все. То есть, материалы покупаете на marketrbc.ru. Куча еще различных сайтов, которые продают маркетинговые исследования различных ниш. Но они достаточно общие, то есть, хотя они дадут вам более-менее нормальное понимание. Или ищите специалисты, которые смогут вам помочь. Потому что сейчас вообще все сводится к персонализации. Любая реклама в том же Яндексе, любые поисковые системы, они уже персонализируют рекламу. Следовательно, если у вас есть хорошее понимание, отлично. Но важно еще иметь остальные, там желательно один из двух пунктов. Это доступ к целевой аудитории. То есть, вы должны иметь достаточно какой-то условно-бесплатный. Сразу скажу, не бывает бесплатной рекламы. Вообще не бывает. Если кто-то вам говорит, что это есть бесплатная реклама, можете взять ему эту дубинку и дать ему по башке, очень-очень-очень сильно. Есть условно-бесплатная реклама и есть платная реклама. Условно-бесплатной рекламе вы платите временем. А время – это деньги, которые вы можете заработать на другом. Если у вас, соответственно, есть доступ к целевой аудитории, то лучше тогда использовать это, то время вложить на это, работать с этой целевой аудиторией, чтобы вы могли оттуда получить первые заказы. И, может быть, даже не первые заказы, а постоянно. То есть, почему создается комьюнити? Вот как раз этот хороший пример, когда кафешка создала комьюнити и получила первых заказов. Она получила доступ к целевой аудитории. Его можно получить. Но они потратили время на описание, создание этих постов, выкладывание этих постов. И, я думаю, хотя бы немножко денег они вложили для промотирования первичного. Потому что не бывает такого, что в пустое место толпа людей ломится, потому что оно было пусто. Ну и, соответственно, банальная вещь – рекламный бюджет для привлечения целевой аудитории, которую вы не можете привлечь другими методами. По поводу, соответственно, рекламы. Реклама – это инвестиции. Если вы не инвестируете в себя, то есть вы не используете рекламу, то вы инвестируете в бизнес конкурента. Объясню почему. Если вы не размещаете рекламу в том же контексте, не размещаете рекламу где-то в других местах, то по факту вы даете возможность вашим конкурентам купить эту рекламу дешевле. И в итоге вы позволяете им привлекать клиентов дешевле. То есть вы, по сути, инвестируете их в непосредственно… Бывает неделю выбирают. Так. Я там не понял вопросы по количеству. Это вот… уточните вопрос. Это вопрос по бюджетам или чему? Бюджет – это отдельная песня. Есть вот как раз совет. Если вы хотите определить размер бюджета, как получить доступ к ЦА. Ну, смотрите. Если вы хотите доступ к ЦА получить, все достаточно просто. Вы понимаете, что завата ваша целевая аудитория и, соответственно, начинаете в ней… Ну, вот давайте предположим, не знаю, у вас… Давайте вот любой магазин, кто ответит первым тематикой интернет-магазина, который будет, я буду как раз целевую аудиторию обсуждать по этому магазину, чтобы было с примером. запчасти. Запчасти чего? Автозапчасти. Опять же, это рынок дохрена большой. Автозапчасти какие? Российские, западные. Или вы продаете запчасти, или обветов, весы, всякие там вещи, которые подходят большинству машин. А, расходники. Вот, отлично. Соответственно, где ваши… Вы продаете расходники, всякие там фильтры, не знаю, масла, что-нибудь еще для корейцев. Отлично. Ваша целевая аудитория, соответственно, это аудитория на всяких автомобильных формах. То есть, самый простой вариант, как получить доступ, и чтобы вас аудитория не выкинула, это заниматься консультированием. То есть, вы можете взять человека, который будет работать на этих форумах, и давать какие-то консультации, комментарии для этих форумчан. В принципе, форумов очень много, по всяким там и корейским, и некорейским машинам. То есть, вы находите хотя бы топ-3, топ-5 крупнейших. Находится все достаточно просто. Есть такой сервис, называется SimilarWeb. Сейчас я скину ссылочку. Вот. Соответственно, вот здесь вы можете... Так, что-то не скопировала ссылочка. А весь фокус заключается не в том, что вы ссылки должны давать. Вы в идеале должны сформировать именно какой-то экспертный вещь, экспертный статус у себя. И дальше все будет нормально. Если вы будете сидеть и парить только ссылка, 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 это будет отдельно. А вот вы зашли, вот... Я вот, например, сижу в Фейсбуке, смотрю какие-то вопросы, и там помогаю, отвечаю, даю какие-то консультации, комментарии в Скайпе, в Фейсбуке. То есть, тем самым я поддерживаю и свой экспертный уровень, так же, как я вопросы смотрю, какие проявляются, и, соответственно, делюсь знаниями, и в том числе напоминаю себе. Вот хороший пример. То есть, я же не пишу, вот там купи мои услуги. Купи мои услуги. То есть, я просто ему даю ответ человеку. Вот так же можете смотреть, у человека здесь вопрос есть. Вопрос требует там экспертизы, понимания. Вы можете эту экспертизу ему показать. А дальше, соответственно, человек видит, что вы можете делать официальный логин в этих форумах. Там же на Drive.ru, на Drive.ru, кажется, есть еще такой же ресурс. Можете общаться, просто делиться мнением. И ссылку можно внизу, в каждом топике, можно в каждом сообщении внизу ссылку указывать на ваш ресурс. То есть, суть заключается в чем? Вы даете экспертизу, человек видит, что это эксперт, и он, соответственно, понимает, что этот эксперт ему может подсказать лучше. Дальше он видит ссылку, и он переходит. То есть, когда вы продаете экспертный статус, с вами будет работать по-другому. А если вы предлагаете вот купи, 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 а человек зачем? Понимаете? Проблема в большинстве случаев, когда вы что-то продаете, вы продаете вот купи. Вот как, я не помню, кто-то сказал, что ценность важна при продаже. То есть, в момент продажи есть два компонента. Есть цена, а есть ценность. Вот если я вам сейчас скажу, купи за миллион. Все скажут, а зачем? Я говорю, окей, давай сейчас я тебе продам за миллион рекламу, чтобы ты на ней чистыми заработал десятку, десять миллионов. Все, уже ценность появилась какая-то. То есть, я же продаю не рекламу, я продаю деньги, которые человек заработает в будущем. То же самое вы должны, то есть, вы должны продавать экспертность. Вот самый хороший пример, я рекомендую пошерстить, там на YouTube много записано всяких вещей, это аудиомания. Я как раз, когда ушел со стороны сервисов, я в аудиомании целенаправленно шел получить ту экспертизу, которая у них есть. Аудиомания изначально сделала так, что она дает консультации вообще всем, 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 кто к ним обратится. Даже если клиент прям сразу говорит, что я у вас покупать не буду, я хочу у вас получить консультацию. Компания аудиомания занимается продажей high-end аудиосистем. То есть, это вот всякие аудиофилы, аудио, это меломаны, то есть, те, кто хочет получить максимально качественный звук. Тех, кого не выстраивают звучание, там, колонок из ноутбука, или, там, какой-нибудь магнитофончик. И, соответственно, за несколько лет, это, конечно, не быстрый процесс, это достаточно долгосрочный, аудиомания добилась того, что ее советуют даже в магазинах NVIDIA, когда приходят, то есть, они заработали по экспертному статусу, что в аудиомании работают по хай-энду, по хай-файу очень хорошие специалисты, можно позвонить. И это конвертируется в продажи. То есть, вот когда я начал работать, я сел попродавать, чтобы вникнуть в тему. У меня был клиент, который сначала хотел купить очень хороший плеер хай-эндовский и наушники, но у нас ни того, ни другого не было. Я предложил ему на Яндекс.Маркете найти, он говорит, скажите, в каком магазине купить, я его отправил на Яндекс.Маркете. Через полчаса он захотел, чтобы мы встретились с ним на следующий день и побеседовали, хотя у нас ничего не появилось, все было в доставке. То есть, это доставлялось к нам на склад. В итоге, по результатам пары месяцев работы, он купил у нас и плеер, и наушники, он наушники купил в другом месте, а потом оказалось, что он еще гостиничку маленькую строит, мини-гостиницу, мы еще озвучку гостиницы продали. То есть, суть-то заключается, люди приходят за консультацией, видят экспертизу и начинают уже по-другому думать. Чем зарабатывают разработчики Алиэкспресс? Ну, Алиэкспресс это классический маркетплейс. То есть, они зарабатывают тем, что у них очень большая аудитория, как у eBay, и, соответственно, вы платите комиссию то же самое Wikimark. Тоже, точно так же зарабатывают. То есть, это стандартный маркетплейс, стандартная вещь. Делать маркетплейсы я не рекомендую, потому что уже паровоз ушел, маркетплейсы делают сейчас вообще все в подряд, Юлмарты, Озоны и все остальные. Соответственно, вот как раз возвращаясь к вопросу где-то у нас Елены, то есть, вот, пожалуйста, пример, формируйте экспертизу вашего интернет-магазина, станьте хотя бы один из топ-5 экспертов по корейским машинам с расходниками и, соответственно, сможете спокойно работать, продавать. Понимаете, люди, вот самое главное, сделать вот прям так, то есть, на форумах вы консультируете, можете вот такую стратегию использовать. На форумах вы даете ответ, но не настолько раскрыт и развернутый. То есть, вы дали ответ, он достаточно хороший, но, может быть, какие-то детали вы придержали, которые, может быть, незначимы, но они могут помочь. И, соответственно, пожалуйста, хотите получить расширенную консультацию, вы можете нам позвонить. Вы уже занимаетесь так называемым входящим маркетингом. Вы уже получаете экспертизу, то есть, вас как эксперты считают, к вам клиенты звонят, а дальше задача вашего сотрудника проконсультировать этого человека и, соответственно, продать ему после этой консультации. Если вы добьетесь того, что добилось саудиомания в хай-энде, все, считайте, что ваши конкуренты не выдержат никакой конкуренции. Понимаете, когда они знают, что вот туда можно прийти и там им подскажут, экспертиза хорошая, все остальное, но это надо вкладывать, это стратегический маркетинг, это не быстро играющая вещь. Окей, соответственно, давайте побежали дальше. почему мы уже обсудили этого тоже. Это классика жанра, которая была раньше. Окей, давайте перейдем к теме нашего вебинара, а то мы как-то пока на общей теме общались. Соответственно, у вас есть несколько основных зон влияния. еще раз, почему я уделил столько времени вниманию целевой аудитории. Мы потом это еще повторим, но важно понимать, чем ниже нишу вы выбираете, чем уже нишу вы выбираете, тем лучше. Потому что ваша главная задача быть первым в узкой нише, а не быть первым в крупной нише. Вот, например, возьмем тоже AudioMoney и M-Video. Компания AudioMoney продает виниловых проигрывателей гораздо больше, чем вообще весь M-Video. Потому что ребята заняли первое место, ну и по факту они сейчас одни из последних там осталось может быть от силы 3-4 магазина, которые занимаются high-end. И они по сути первые в нише high-end. Поэтому если человек заинтересован винилом, то он соответственно вкладывает и в хорошую акустику. И стоимость набора с винилом чаще всего не падает более-менее приличного набора, не падает ниже 150-200 тысяч рублей. Так что вот здесь яркий пример, когда узкая ниша и став лидером в этой узкой нише, можно даже делать очень хорошие продажи, сравнивать с большими. Если емкость маленькая, то рынка маленькая. Здесь как раз проблема. Если вы совсем маленькую емкость рынка выберете, то в какой-то момент вы упретесь и больше не сможете расти. Поэтому слишком маленькую нишу брать не стоит. Но в тот же момент проблема заключается в чем? Если вы берете совсем низкую нишу, то некоторые ваши зоны влияния могут не попасть в эти зоны. У аудиомании есть куда расти. Все-таки люди интересуются хоррендом и покупают. Потому что хоть как ни странно, у компании аудиомании половина продаж привлекает, приходит от уже текущих клиентов. Так что они нормально растут. Хотя конечно от капитального роста им достаточно сложно. Они сейчас ушли в другую собственную торговую марку, они создают собственную продукцию и экспансия пошла в Европу. Это один из хороших примеров, когда российская компания идет на запад, а не наоборот. Потому что все наоборот приходят. Но конечно здесь проблема в том, что если узкая ниша и очень специфическая, в какой-то момент придется столкнуться и расти будет некуда. Соответственно если вы возьмете узкую нишу, то может и семья, и родственники ваши не интересуются тем, что вы предлагаете, поэтому они не смогут участвовать. Окей, соответственно основные зоны влияния. Семья, родственники, друзья, знакомые, весь остальной мир. первые четыре это как раз то, что вы можете использовать. Опять же, если у Елены есть ближайшие родственники, которые используют корейцев, почему бы именно с этими клиентами не работать? С родственниками тоже есть дальние родственники, которые тоже можно предложить. в принципе это очень хороший старт. Особенно если вы начинаете продавать какие-то товары более-менее универсальные, если вы выберете более-менее общий рынок, который подходит всем. Я видел там подарки, то есть подарки нужны всем. В принципе это достаточно глобальный рынок, поэтому постарайтесь в этих сегменте подарков выбрать более узкую нишу. Например, интеллектуальный подарки или подарки какие-то интересные, подарки сюрприз или что-либо еще. Ну подарки мужчинам, то есть надо определяться, все-таки сегментироваться. Ну соответственно с друзьями. У вас очень много друзей. кого давайте пишите какая сеть и сколько у вас друзей в сеть основной сеть и сколько у вас условно друзей так называемых. А если даже строящая строительная техника, то это рынок B2B, а не e-commerce. Я не думаю, Иван, что какому-то человеку, который строит домик, ему нужен дорогой не знаю каток. Вы не на тот вебинар попали. Здесь мы разговариваем о B2C сегменте. E-commerce в основном рассчитан на B2C сегмент. Вот смотрите, вот видите, у вас уже вот у Антона вообще тысяча людей. Понимаете, у вас есть возможность опубликовать, что вы стартуете, и тысяча людей потенциально могут заинтересоваться, если эта аудитория соответствует ваш, то есть, если у вас достаточно хороший рынок. Если у вас там чем уже ниша, конечно, тем меньше возможностей. вот как раз вот это вы должны понимать. То есть, у вас уже есть, а если вы используете несколько сетей, то в нескольких сетях в ряду, большинство людей сможет набрать на старте по-любому до 500 человек. Опять же, вы сможете, вот, может быть, вы видели этот пост, у меня в моем фейсбуке есть, что девушка занялась всякими красками, такой художественный салон интернет-магазин открыла, и у нее очень долго-долго не было продаж, она потом слезно написала, что вот, я столько так старалась магазин сделать, может быть, видели этот. И вот она получила за где-то сутки около 9000 репостов. Вот, пожалуйста, вот такой вариант можете использовать слезно по этой просьбе, что вот такая все-все-все так плохо, купите у меня, порекомендуйте меня. Хотя это, конечно, не сработает каждый день, это сработает один раз, и то, если будут немногие использователи, когда все начнут так плакаться, метод перестанет работать. Соответственно, опять же, кто сейчас текущий, так, есть ли кто-то, кто открывает магазин в качестве второго места работы, для того, чтобы уйти из офиса? Ну да, тоже, можно как-то пресс за репост сделать. Вот, опять же, Сергей, Георгий, все остальные, кто плюсует, Валерий, вы можете своим знакомым на работе, там, знакомым, там, родственникам и так далее, и так далее, и так далее предложить. То есть, по факту, опять же, в социалках вы можете через всякие там репосты предложить, чтобы люди порекомендовали. Ну, соответственно, остальной мир это все, до которого вы сможете застучаться только с рекламным бюджетом. Окей, давайте подумаем об интересном. Какие плюсы и минусы кругов влияния? Я вот здесь предлагаю вам поотвечать, чтобы и вы активно поучаствовали все-таки в вебинаре, а не просто слушали. Единственное усвоение это активное слушание. Соответственно, будем обсуждать. Вот давайте подумаем о плюсах и минусах семьи, основной зоны влияния семья. Какие есть плюсы и минусы? Кто думает? И все, никто не пишет. Смотрите, еще раз, вопрос следующий. Давайте обсудим плюсы и минусы кругов влияния. Мне интересно, чтобы вы подумали самостоятельно. Я, конечно, могу их назвать, но мне интересно, чтобы вы сами подумали. Вот давайте начнем с семьи. Какие есть плюсы и минусы в зоне влияния семья? Мало ли людей согласен? Ну да, вот как раз Мария очень была права. Себья самые-самые привередливые клиенты. Да, Мария тоже финка очень права. Люди могут не сказать всю правду. И семья просит. То есть, в принципе, я не говорю о самом ближнем круге семьи, это то, что ваши там дети, жена, здесь вы точно не продадите. Все-таки ближайшим там родственникам, близким, там, не знаю, заловки, не заловки, я просто очень плохо все эти знаю. Вещи там, муж брата, жены, или там, не знаю, какие там всякие. Вот этим родственникам тоже вы можете продавать. Окей, то есть, в принципе, семья родственники примерно одинаковая, а дальним родственникам, конечно, можно спокойнее продавать, поэтому мы упустим. Хорошо, а как вы считаете, какие есть плюсы у друзей? И минусы, соответственно, у друзей, именно в этой зоне влияния? Ну, завидуют у нас все, не только знакомые друзья. Да, вот как раз самая-самая лучшая категория из всех вот этих, наверное, друзья, потому что вы имеете к ней достаточно быстрый доступ, чаще всего друзья вам будут давать достаточно хорошие расширенные комментарии, о том, как работают, что не нравилось, также они будут писать обзывы. То есть, они станут, вот именно они могут стать у вас основой для роста интернет-магазина. Причем, друзья, если вы запускаете в виде компании, то есть, от лица компании, друзья могут стать и ваши, соответственно, те же самые клиенты, которые лояльны, они тоже по факту являются друзьями вашей компании. То есть, вы можете с них стартовать и вы их можете привлекать, просить, не бойтесь спросить, в этом ничего страшного нету. Попросите репустить, попросите оставить обратную связь. Это не показатель слабости, это показатель открытости, то, что вы хотите получить расширенный комментарий. То есть, не стоит бояться таких вещей. в принципе, да, конечно, кто-то посчитает это за слабость, за глупость. Ну, все разные люди есть, не знаю, столько людей, столько мнений, но все равно старайтесь именно вот с этой категорией как можно плотнее работать, потому что с них вы и начнете ваш старт. От них вы получите хорошую обратную связь. и всегда старайтесь хотя бы добрым словом сказать спасибо, отблагодарить. Весь фокус заключается в чем? В том, что здесь много у вас кто здесь является руководителем? Не знаю, компания, руководитель подразделениями, сотрудниками каким-нибудь. А кто из вас, кто является руководителем, использует активную нематериальную мотивацию? Стали наверное бояться сказать, что они руководители. Вот Сергей Валерий не использует нематериальную мотивацию. На самом деле очень часто компании забывают использовать нематериальную мотивацию. Даже хорошее слово может очень сильно мотивировать даже своих сотрудников. Поэтому старайтесь использовать не только финансовую мотивацию, материальную мотивацию, но и нематериальную. Особенно это важно при работе с клиентами. Потому что да, можно запускать всякие варианты партнерских программ, программ лояльности, где вы будете денежку платить за рекомендацию. Но в большинстве случаев, если у вас конфликтная ситуация с каким-то клиентом, процентов 90 конфликтных ситуаций можно спокойно решив, выслушав вашего клиента и дав ему нормальную обратную связь. Если это действительно ваш косяк, вы говорите, да, косяк, мы готовы исправить. 90% вы в легкую исправите до этого разгорания действительно реального конфликта. Это будет просто сложная ситуация. Поэтому используйте нематериальную мотивацию просто не забывайте говорить спасибо, чтобы люди понимали, что их услышали. Это самое важное, что люди хотят, чтобы их услышали. Все любят, чтобы нас слушали. я люблю видеть, сколько людей пришло слушать. Со знакомыми это как раз уже происходит отделение. Если семья родственники это максимально близкий круг, и друзья это оптимальный круг из этих всех кругов, то знакомые это уже отдаление. И вы уже будете с ними работать по классическим канонам, как и со всеми остальными клиентами, которых вы даже не знаете. Но опять же, это очень хорошее, то есть в зависимости есть знакомые очень хорошие, есть знакомые там, ну, их чаще все-таки лучше перечислять к друзьям, группе друзья. Но все-таки со знакомыми вам тоже стоит работать активно и соответственно привлекать их. Окей. Ну, по поводу чем уже ниша, вы должны понимать. То есть, если вы выбрали нишу, которая будет интересна значим большому количеству, то верять не всего, вы и среди ваших друзей, и знакомых, даже семья родственников, найдете тех, кому будет интересно ваша, ну, семья, я подразумяю, все-таки не самый ближний круг семьи, то есть, там, ваши дети, ваша жена, там, не знаю, совсем ваши родители, а все-таки дальние родственники, потому что там, не знаю, муж сестры, там, там, жена это брата, вполне вероятнее всего смогут купить. То есть, таких отношений, ну, как бы, можно спокойно обсуждать нормально, то есть, может быть, конечно, не потребуют скидки там больших, да, там, каких-то няшек, всяких остальных, но там уже можно обсуждать какие-то варианты. Окей, соответственно, давайте обсудим, вот самое интересное, особенно для тех, кто запускает новый интернет-магазин, и актуально будет для тех, кто уже магазин запустил. Соответственно, какие инструменты интернет-магазинга существуют? Я разделяю на три категории. Есть базовые инструменты, без которых, ну, вообще бесполезно выходить в интернет, хотя кто-то уходит. Соответственно, рекламные инструменты и универсальные инструменты. Рекламные инструменты, они чаще всего используются для привлечения трафика, универсальные инструменты для и привлечения, и удержания трафика. Поэтому они такие более-менее универсальные. Ну, базовые инструменты, соответственно, их два. Это непосредственно ваш веб-сайт, в данном случае интернет-магазин, и веб-аналитика. То есть, если вы не анализируете, не измеряете, то, соответственно, вы не понимаете, что у вас работает. Кто использует активно Google Analytics или Яндекс.Метрику хотя бы 2-3 раза в неделю? По поводу Яндекс.Метрики и Google Analytics, я рекомендую всем смотреть Google Analytics. Во-первых, они более точно показывают. То есть, опять же, посмотрите презентацию по мультиканальной атрибуции. Там есть так называемый вариант атрибуция трафика. Атрибуция трафика – это как система учитывает саму конверсию и ценность конверсии, в данном случае сумму конверсии. Яндекс.Метрика они используют по последнему каналу. Причем они изобрели какие-то мифические внутренние переходы, переходы сохраненных страничек. То есть, какая-то хрень несусветная. Я за это Яндекс.Метрику не сильно люблю. И учет идется по последнему. Кто последний, того и тапки. Но на самом деле так не бывает. Потому что, как я уже сказал, в прямом трафике, который чаще всего бывает последним, потому что что такое прямой трафик? Человек зашел у вас с утра на сайт, его прибежал начальник, отвлек. Проходит 30 минут, сессия завершается. Человек пришел, обновил страничку. Опа-на, вот он прямой трафик. А на самом деле это не прямой трафик ни разу. И вот из-за этих проблем в Яндекс.Метрике очень неправильно получается картина. То есть, он перебивает каналы, которые на самом деле значимы. Есть значимы каналы, есть незначимы. Google Analytics использует модель атрибуции последний, но не прямой клик. То есть, если бы это переход был последний прямой, из закладок, или там человек обновил, все такие вещи. То в данном случае Analytics игнорирует это и берет последний, там предпоследний значимый канал. В итоге, Google Analytics показывает более корректную статистику, более корректную картину по работе с различными каналами. Я всем рекомендую переучиться на Google Analytics и работать с ним. Плюс, почему еще Google Analytics интересен тем, что с расширенным e-commerce Google Analytics перешел от учета урлов к учету на базе вашей базы товаров. Потому что, по факту, вам по барабану, какие урлы человек смотрел. Вам важно, какие товары он смотрел, какие товары добавил, удалил из корзины, на какие товары кликал и так далее. И все это на базе товарной базы. То есть, то, что там какие урлы смотрел, это вообще совершенно неважная информация. И расширенный e-commerce, он как раз привязывает, вот как раз если Татьяна захочет меня пригласить в следующий раз, я вам могу рассказать о расширенном e-commerce в Google Analytics. И расширенный e-commerce позволяет все данные считать. Недавно, вот буквально в ноябре, в Яндекс.Метрика попыталась внедрить e-commerce по аналогии с Google Analytics. Но, к сожалению, они сделали его, а, не полностью, и, б, он пока все равно не дает полной картины, которую дает... ...непосредственно о Google Analytics. Поэтому я рекомендую всем изучить Google Analytics и работать. Потому что Google двигает свой Analytics именно в сторону бизнес-аналитики. А Яндекс.Метрика, они все-таки в большей степени подходят для веб-анализа, а не для маркетингового анализа бизнеса. Окей. Соответственно, сразу рекомендую, что уделяйте хотя бы 15-20 минут каждый день веб-аналитике, смотрите, что происходит. Иначе вы просто упустите вот важные вещи. Какие есть рекламные инструменты? Ну, соответственно, есть медианная реклама. Все скажут, о-о-о, это дорого. На самом деле не так. Кто здесь находится не из Москвы? Напишите, пожалуйста. Можете написать город ваш. Или какой-то регион. Вот. Вот, вот, вот. Все, 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 кто не из Москвы, я вам сразу же рекомендую найти региональные сайты и на региональных сайтах запускать рекламу. Вы обалдеете, как это эффективно работает. Потому что люди смотрят региональные сайты у вас все равно. Ну, Питер это отдельная песня, там это не так хорошо про это работают. А вот если мы берем Москву и Питер с областями исключаем, во всех остальных очень хорошо сработают региональные ресурсы. На них можно покупать рекламу. Можно сайт типа афиши, можно какие-то новости и так далее, и так далее. Это имиджевая реклама, она работает. Она до сих пор работает и хорошо работает. Поэтому, вот, то же самое, вот, пример, это вот я живу в Зеленограде, Зеленоград находится далеко от Москвы, хотя считается Москвой. Я когда-то давно, очень давно, лет 12 назад на региональном сайте нашем увидел рекламу пиццерии. И вот уже 12 лет я у этой пиццерии покупаю пиццу. То есть ребята просто разместили рекламу, я увидел рекламу, запомнил, потому что московские пиццерии до меня довозят пиццу в очень холодном виде с пингвинами. Мне далеко, до Зеленограда далеко ехать. Вот пример, очень хороший, то есть это актуально, работает даже в Москве, потом в Московской области, если найти хорошие региональные сайты, то там тоже люди сидят и посещаемость хорошая. Ну, с поисковой оптимизации SEO все достаточно просто. Контекстная реклама тоже достаточно все просто, я думаю, понятно. Социальные медиа, СМО, СММ, то есть вот то, что называется постить котиков, это как раз социальные медиа. Причем социальные медиа, это не только социалки. Вот то, что мы обсуждали с Еленой, вопрос о том, что они в экспертами выступают на каких-то форумах с теми же корейцами, это очень хороший элемент социальных медиа и контент-стратегии. Понимаете, идти и постить котиков в ваш официальный паблик нафиг не нужно. Если вы не можете дать хорошую информацию в паблике, значит его не надо создавать. Всем понятно, что такое паблик? Если термин какой-то непонятный, спрашивайте. То есть паблик это официальная страничка, называется официальная страничка, просто привыкли многие называть пабликами в контакте. В общем, суть заключается в том, что, опять же, открывать для того, чтобы постить котиков, ни в коем случае. Смысла никакущего. Лучше идите там, где сидит ваша аудитория и становитесь в их глазах экспертом. Да, это дольше. Да, вам агентство, если вдруг вы будете на работу с агентствами, с СММщиками, будут говорить, что давайте постить смешные фотографии. Но не работает это. То есть, понимаете, сколько всяких компаний просят котиков и ждут, что у них продажи повысятся. Да блин, уже всех достали эти котики смешные. Если хочется котиков посмотреть, идешь на YouTube и смотришь этих котиков в тысячах вариаций. Поэтому самый лучший вариант, если вы действительно хотите продавать экспертно, то есть с подарками брать ли это подойдет, а со всякими такими вещами, я говорю здесь не про свою картину мира. Если хотите, Сергей, вы можете котиков постить сколько хотите. Если у вас котики взлетят, пожалуйста, если вам котики будут помогать продавать, пожалуйста. Суть заключается в том, что котиков постят все. Уже давно это перестало быть эффективностью. Понимаете, если вы социальные сети запускаете, паблик сделайте так, чтобы он помогал. Ну, достаточно сложно будет сделать. То есть, лучше, наверное, даже не официальную страничку запускать, а группу, где человек задает вопрос и получает ответ. То есть, вот такие форматы работают лучше, чем вы постите и пытаетесь в их ленту влезть с вашей рекламы. Ну, таргетированную рекламу в социальных сетях, то есть реклама, которая таргетируется по всяким данным, даже в том же ВКонтакте, да и в Фейсбуке есть возможность достаточно хорошо по районам таргетировать по геопроводникам, по GPS. Но в том же ВКонтакте есть возможность вообще таргетироваться вплоть до улицы. Конечно, не во всех, может быть, городах, населенных пунктах. Но в больших, когда крупных городах эта возможность есть. Поэтому используйте таргетированную рекламу, не отказывайтесь. Очень хорошая реклама. Вы можете собрать аудиторию по нескольким интересным для вас с этим пабликом и сформировать аудиторию под себя. По поводу товарно-прессовой рекламы. Здесь, безусловно, да. Это Яндекс.Маркет, можете с Вики Мартом поработать, если хотите, в регионах, хотя, наверное, для вас, может быть, не сильно актуально. Есть всякий прайс.РУ, товар МЛРУ, может быть, у вас прайсовые площадки есть региональные, то уже смотрите. Каталожная реклама. Вообще шикарный способ, который мало кто сейчас в последнее время использует. Вот кто сейчас в своей компании внес в Яндекс.Справочник, который используется в Яндекс.Картах, и в Google Maps, в Google Карты. Вот кто внес свою компанию в эти справочники? Есть такие люди? Два человека и все, да? Больше никто? А нас уже 33 человека. Даже меньше 10%. Понимаете, вот эти данные, которые есть в Яндекс.Картах и в Google.Картах, люди спрашивают в мобильных устройствах, в смартфонах. Потому что, когда человек не знает, где здесь место какое-то там ему нужно, он первым делом полезет в смартфон. И первым делом, ему предложат выбрать из каталога. Или ввести нам название магазин хост товаров. Магазин автозапчастей корейцы. Сделайте вот прямо сейчас, сделайте вот то, что вы должны. Потому что для оффлайна это очень хороший источник трафика. Вообще, оффлайн и онлайн уже давно не стоит разделять. Потому что люди, приходя в оффлайне, в магазин, они смотрят оценки товара в онлайне. И наоборот, они в онлайне читают, читают, а потом идут в оффлайне, может быть, поглядеть, пощупать товар, если у них возникают вопросы. То есть, как такового разделения онлайн и оффлайн уже давно не существует. Человек может находиться и там, и там одновременно. И вообще, его это не колышет, там удобно, неудобно. Да, там кто-то пытается бороться с телефонами, типа с телефонами здесь нельзя, ля-ля-ля-ля-ля, но это все фелькина грамота. Поэтому используйте каталожную рекламу, начните хотя бы с банального. Попадите в Яндекс.Карты, в Гугл.Карты. А потом пойдите по всем адресным каталогам. Потому что люди все равно ищут, задают вопросы. Вы как минимум получите лишнюю ссылочку для SEO, что о вас кто-то еще знает. Да, пусть она редиректная, да, она пусть не передает вес, да фиг с ним. Важно, что информация о вас будет в каком-то хорошем каталоге, где люди вас найдут или позвонят или перейдут самостоятельно. Ваша же задача не SEO сделать, а продажу. Вы же не SEO покупаете, а покупаете клиентов. Не важно, как там будет стоять ссылка. Важно, что она будет стоять, и человек сможет перейти на нее, если это каталог хороший. Не стоит лезть в 1001 каталог. Вот возьмите хотя бы, найдите 20-30 хороших крупных каталогов и в них зарегистритесь. По поводу партнерской программы. У кого мечта запустить партнерскую программу с запуском магазина? Все, только один человек? Ага, вот, пошли, пошли, пошли. Забудьте. О партнерской программе забудьте. Вообще забудьте. Понимаете, во-первых, сейчас партнерские программы автономные, которые вы запускаете самостоятельно без партнерских сетей, не работают. Ну, неинтересно партнерам, вебмастерам или арбитражникам. Арбитражники – это те, кто покупают трафик в одном месте и конвертируют его в другом месте. Чаще всего они покупают за показы и за клики, ну и, соответственно, продают их с оплатой за целевое действие. За процент с продаж арбитражники не будут работать, вообще не будут работать. Даже если вы предложите очень вкусный процент, вообще проигнорируют вашу подокомпанию. Во-первых, в автономной компании никто к вам не придет. Неинтересно, потому что партнеры уже получат предложение в партнерских сетях. Во-вторых, с маленьким сайтом, ну, никто не будет работать. Вообще никто не будет работать. Знаете, гнать куда-то, особенно если вы не отладили бизнес-процессы. Если у вас конверсия никакущая, то есть если у вас конверсия будет ниже 1%, считайте, что у вас плохая конверсия. Средний показатель по конверсии – 1%. Если у вас ниже 0,5%, вы вообще совсем-совсем плохо работаете. А CPI-сети? CPI-сети вас новых не примут. CPI-сети первого эшелона, там Адмидат, CTR, они берут хотя бы от 100 тысяч визитов в месяц. То есть это получается где-то там 3 тысячи посетителей в день. Если мы возьмем из второго эшелона, окей, они будут от 50 тысяч брать. Сайт с посещаемостью в 100, 200, 300 человек в день, ну, никто не возьмет. И мне интересно, стоимость подключения, она всегда более-менее фиксированная. Потом вас раскручивать. Понимаете, весь фокус заключается в чем? Никто вас не будет раз это раскручивать. И вы-то хотите, чтобы у вас были продажи, то есть чтобы кто-то вас порекламировал, чтобы кто-то за вас что-то сделал. А на самом деле вы должны подключать партнерскую программу одним из последних каналов, когда все остальные каналы вы уже отработали достаточно хорошо. В этом случае партнерская программа у вас пойдет хорошо. Потому что, опять же, если партнеру, арбитражнику, выгодно покупать соплаты за клики и придавать вам соплаты за заказ, то значит вам проще было бы и выгоднее покупать эту рекламу напрямую. Все просто. Понимаете, если ему выгодно, если он получает маржу от этого, то есть разницу между покупкой этого трафика и продажей его, то почему бы вам не работать? Вот это вот как раз не стремитесь, а партнерская программа можно забыть сразу навсегда. Чтобы вы понимали, что это не голосовная вещь, я с 2009 по 2012 год развивал микс-маркет и работал на CPA-сети, как раз я был тогда на рынке, когда мы поднимали этот рынок все вместе. Поэтому я очень хорошо понимаю, если раньше можно еще было как-то ворваться в этот поезд, то сейчас поезд уже ушел со станции и он очень далеко. И вы уже не вприняете в этот поезд. То есть сейчас CPA это действительно взрослый рынок. Окей. Соответственно, тизерная реклама для e-commerce она не столько актуальна. И офферный трафик, инсенсив трафик, это когда вы за какое-то действие платите какую-то няшку. То есть это очень хороший инструмент монетизации игрового трафика, когда люди получают... Чаще всего это используется именно в игровом трафике. Это пошло тогда, когда люди за то, что проходит опрос, они получают какие-то няшки. Денежки на счет небольшие, чтобы их как-то симулировать. В принципе, этот трафик очень неплохой для привлечения подписчиков, но для продаж он не какущий. То есть вы не сможете продавать на этом трафике. Ну и соответственно универсальные инструменты. e-mail маркетинг. Если вы не запускаете e-mail рассылок по вашей базе, сами себе злобные буратины. Потому что это самый лучший инструмент по возврату клиентов на сайт. Если вы, конечно, не продаете атомной станции, которая нужна один раз в столетие, то e-mail маркетинг – это ваше все. Ну, с контент-маркетингом мы уже общались по поводу форумов. Это часть контент-стратегии. И контент-стратегии – это не только, то есть она пересекает и с видеомаркетингом, и с вирусным маркетингом. На самом деле контент-маркетинг – это то, что вы даете экспертизу. Именно в большей степени экспертиза для ваших клиентов. Ну, с мобильным маркетингом это уже безусловно надо. Вот сегодня я буквально спорил с одним клиентом, который начал переделывать дизайн сайта, и его дизайнер нарисовал только десктоп-вариант сайта. Я спрошу, а где мобильная версия? И когда начали выяснять, оказалось, что на этот сайт приходит сейчас 30% людей с мобильных устройств. И делают 30%, ну не 30% продаж, то есть 30% трафика на продаж они делают гораздо ниже, потому что, ну, сайт не адаптирован. Все. И вот здесь получается, что треть людей вообще игнорировать. То есть мобильный маркетинг, он очень нужен. Начать хотя бы с мобильной версии сайта, а дальше может быть и мобильное приложение, мобильная реклама и так далее. Ну, соответственно, видеомаркетинг. Видео тоже можете делать. Опять же, вот для корейцев, кто там у нас с корейцами запчастями, так говорит Елена. Вы можете делать интересные видеообзоры, там, не знаю, как починить что-то в вашей машине, там, не знаю, как установить, вот, не знаю, зеркало там, как установить что-то. Делайте интересную инструкцию, выкладывайте. О, Елена, у вас есть автосервис рядом, в котором вы будете работать? Или вы магазин чисто? Елена, вы с нами? Похоже, Елена ушла. Вот, пожалуйста, вы можете делать кросс-маркетинг, и им будет полезно, и вам будет полезно. То есть вы их рекламируете, где можно установить, а вас рекламируете, где можно купить. Конечно, вам это будет больше интереснее, так как вы продаете, и клиент, который купил, может быть, и не установит. Ну, в общем, можете работать с ними. То есть видеомаркетинг очень классная штука. В Ютубе очень часто люди ищут какие-то инструкции, и видеоинструкция – это самый-самый лучший вариант. Пожалуйста, у вас вообще шикарная тема, если вам заняться маркетингом, то есть не стремиться сразу продавать брусицы, а создать очень хорошую экспертную основу вашего интернет-магазина, вы вообще выстрелите. А вы в каком регионе находитесь, Елена? Да, Наталья, запись будет. Запуск уже Татьяна запустила. Москва. Ну, в Москве вам будет сложнее категорировать со всякими эксистами и другими крупными интернет-магазинами. Хотя эксист уже по всей России работает активно. Окей, соответственно, интернет-пиар, ну, интернет-теекомерсу не сильно важен, но вирусный маркетинг – это тоже. Если кто-то верит, что он сможет создать вирусный ролик, который сразу же взлетит, окей, вам нужно создать тысяча один вирусный ролик, и один точно из них взлетит. Вирус – это случайное стечение обстоятельств, причем очень случайное, и вам всегда надо будет раскручивать сначала вирус, чтобы он взлетел. Ну, скрытый партизанский маркетинг – это, соответственно, если вы хотите, вы можете на форумах постить от чужих имен, что вот там есть магазин такой. То есть это тоже работает, это тоже хорошее, единственное, не переборщите. Потому что, когда вы начинаете очень навязчиво это рекламировать, ваших всех агентов влияния, так скажем, вычислят и накажут, очень сильно накажут. Ну, и, соответственно, ремаркетинг и ретаргетинг. Ремаркетинг и ретаргетинг – это технология, когда вы собираете данные о посещении вашего интернет-магазина, и на базе этих знаний вы формируете рекламное сообщение. Очень эффективный инструмент. Я рекомендую вообще всем, всем, вот как только вы интернет-магазин запускаете, сразу же настраивайте ремаркетинг по всем каналам. То есть Google AdWords, Яндекс, Директ, Фейсбук, MyTarget и Вконтакте. Это пять каналов, которые вам дадут 99% на охват почти всей любой аудитории. Настраивайте. Да, ремаркетинг у вас заработает тогда, когда вы соберете достаточно аудитории. То есть хотя бы если у вас будет в день 3-5 тысяч посетителей в день, уже тогда ремаркетинг будет очень хорошо работать. Но даже начиная с маленькой аудитории, то есть вы начнете это отбивать. То есть получается следующая вещь. Вы покупаете рекламу или привлекаете каким-то другим способом. Человек приходит на ваш сайт, он не сконвертится сразу же. 98-99% вашей целевой аудитории уйдет с вашего сайта. Но их догонит ремаркетинг и попытается вернуть. Причем стоимость возврата этого клиента будет ниже, чем стоимость еще раз покупки, привлечения внимания. Единственное, что, конечно, старайтесь настраивать ремаркетинг так, чтобы он не был навязчивым. Я в марте буду запускать курс по ремаркетингу однодневный. Так что можете, если хотите, следить в фейсбуке за моей лентой и, соответственно, подписаться и подключиться к этому курсу. Он будет в субботу. Окей. Давайте, соответственно, посмотрим зоны влияния и как они сочетаются с инструментами. Ну, по факту, с семьей почти все эти инструменты не работают. То есть, с друзьями социалки вы включаете обязательно, таргетированную рекламу на друзей вы тоже. Вы можете таргетироваться на себя. То есть, если... Еще раз, что значит ремаркетинг? Ремаркетинг это... Вот как раз Кристина задала еще вопрос. Ремаркетинг это реклама на основе данных посещения. То есть, условно, давайте расскажу на примере. Человек зашел, у вас там... Какой, Кристина, какой у вас магазин? Чем вы торгуете? Гаджеты, аксессуары. Вот ответ прям выше пилотаж. Какие гаджеты, какие аксессуары? Под словом гаджет подразумевается вообще все. Мобильные. Окей. Мобильные там гаджеты. Вот условно там, он не знаю, заходит в раздел чехлы для айфона. И смотрит там, не знаю, какие примочки для айфона. Вот любимый все айфон любит. Вот у вас уже есть данные, какие категории товарные в вашем магазине интересны данному человеку. То есть, вы, по сути, передаете эти данные в рекламную систему. То есть, вы передаете ID товаров, которые человек увидел. Также вы передаете пресс-лист в рекламную систему, чтобы они могли соотнести ID первых товаров сайта с ID в вашем пресс-листе. И следующий компонент, который позволяет создать максимально персонализированные рекламные сообщения, это динамический рекламный материал. То есть, он берет из вашего пресс-листа картинку, название товара и стоимость. Чаще всего эти три элемента берутся. И формирует рекламные объявления. Самый простой способ, сделайте проще. Зайдите на сайт LaModa, походите по сайту LaModa немножко, а потом зайдите на какой-нибудь сайт, где размещена реклама Google AdWords и Google AdSense. Или Яндекс.Директ. И вы увидите, что за вами будут бегать те товары, которые вы смотрели на LaModa. То есть, по факту, это персонализация рекламы с учетом опыта навигации пользователя на вашем сайте. Единственное, что, опять же, настраивайте так, чтобы за пользователем не гонялась постоянно реклама, а ограничивайте, чтобы там человек, если он раз 10-20 увидел вашу рекламу, чтобы больше ему не показывалось. То есть, если его не заинтересовала реклама за это количество раз, вряд ли он заинтересуется. А бегать за ним постоянно смысла нет. То есть, тем самым вы себе увеличиваете количество показов и уменьшаете eCPM, то есть эффективную стоимость 1000 показов. eCPM рассчитывается из... берется CTR, CTR это кликабельность вашего баннера, и умножается на среднюю стоимость клика. То есть, если, соответственно, у вас... То есть, давайте объясню по-другому. Предположим, у вас есть два объявления, два конкурента. На одно и то же ключевое слово. У одного CTR 10% и стоимость клика рубль. А у второго 9% и стоимость клика, предположим... Ой, еще все, заплатился. В общем, у первого рекламодателя CTR, его объявление 10%, а стоимость клика 1 рубль. А у второго стоимость клика 9 рубль. Ну, стоимость клика, но CTR у него 1%. Как вы думаете, какого рекламодателя чаще всего будет показывать рекламная система? То есть, еще раз повторяю. У первого рекламодателя CTR 10% стоимость клика рубль, а у второго CTR 1% стоимость клика 9 рублей. Как вы считаете, какое объявление рекламная сеть будет чаще всего показывать? Первое или второе? Ну, такие все опытные здесь. Первое, первое, первое. Кто-то отвечает второе. Да, будет первое показываться, потому что 10% CTR умножаем на рубль, мы из каждых 100 кликов получаем 10 кликов. 100 показывает 10 кликов. В итоге ECPM, то есть количество на 1000 показов условное, будет равно примерно на 100 рублям. Во втором случае это будет... Не 100 рублям, а 10 рублям. А во втором случае это будет 9 рублей. Получается, чем чаще кликают ваши объявления, чем лучше CTR у вас объявления, тем меньше стоимость клика для вас будет по сравнению с другими конкурентами. Поэтому, если вы не ограничиваете ремаркетинг, и он показывается в холостую, то тем самым вы снижаете ваш показатель CTR. Так что ремаркетинг классная штука, ее надо использовать. У меня все мои клиенты используют и получают... Вот сейчас мы запустили ремаркетинг сервисом Критеру, за месяц мы уже собрали 7-значную сумму с магазина. То есть очень хороший оборот. Я, честно, не помню. Они делают где-то примерно около 5... То есть ремаркетинг делает около 5% продаж магазину. И там 8-значная сумма у магазина в месяц. Окей. Соответственно, ну, семье рекламные инструменты не нужны. Давайте возвращаемся к нам. Соответственно, для друзей и знакомых мы начинаем использовать социальные сети. Ну, все остальные для остального рынка, для остальных кругов, они нужны для остальных людей, для остального мира. Соответственно, вторая страничка у нас рекламная. Ну, здесь, опять же, для семьи мы ничего не используем. А с друзьями мы тоже здесь вряд ли что-то сможем использовать, потому что по факту мы с ними коммуницируем только в социальных сетях. Но для знакомых мы уже можем использовать партнерские программы. Там рекомендовать, чтобы они нас рекомендовали и получали какие-то бонусы. По поводу друзей здесь спорный вопрос. Можно им тоже партнерскую программу предлагать. Но, в принципе, через знакомых вероятнее всего лучше. Ну, соответственно, для остальных потенциальных клиентов можно все использовать, кроме тизерной рекламы и офферного трафика, потому что, ну, пока он конвертится в e-commerce очень-очень плохо. Таргетированная реклама тоже в e-commerce таргетит, вот в социальных сетях она не очень тоже конвертируется, но все-таки она дает лучший показатель, чем тизерная реклама. Тизеры изначально были развлекательным сегментом. По поводу, соответственно, ой, здесь не рекламный, но универсальный инструмент был написать. Ошибся. Откечатался. Соответственно, в универсальных инструментах, безусловно, у вас есть и контент-маркетинг, и email-маркетинг. Email-маркетинг вы можете использовать вообще везде, собрать адреса ваших знакомых и предложить им стать первыми вашими клиентами, друзей, знакомых. Если у вас есть доступ к другим каким-то базам, тоже можно использовать. Сразу скажу, не покупайте ворованную базу. Это бесполезно, выброшены деньги. Потому что, если базу вам продали, стирать ее все продали еще нескольким сот, может быть, и тысячам каких-то людей. И эта база уже убитая. Это во-первых. Во-вторых, понимаете, если вы этого человека не получили, ему нафиг ваше письмо. Он даже его не откроет. Он его просто сразу удалит. Поэтому никогда не покупайте. Лучше формируйте базу с нуля. Да, это сложнее. Да, это требует время. Но это в разы лучше, чем любые покупные базы. Если у вас есть человек, который владеет какой-то интересной базой для вас, вы можете ему предложить заплатить за рассылку вашего промо-письма. Это можно использовать. Но покупать у него базу и рассылать от его лица, это точно не вариант. С контент-маркетингом он работает вообще везде и всегда, потому что экспертиза людям нужна. Но, соответственно, с остальными видами трафики, то есть почти все это относится только к знакомым или к остальному миру. Другие каналы это сложно будут использовать. По поводу ремаркетинга и ретаргетинга, он используется фактически везде, потому что это очень хороший канал. В том числе ваши же родственники ближайшие могут сказать, насколько навязчиво вы делаете ремаркетинг. А если они активно пользуются интернетом, и, соответственно, смогут вам дать хорошую расширенную связь. То есть вот какие инструменты вы можете использовать. Окей, мы немножко ушли, даже больше, полтора часа вместо часа положенного. Здесь вы можете найти мои контакты. Если хотите, можете подписаться на рассылку, когда я запущу курс по... Вот можете подписаться. Здесь справа есть подписка на анонсы моих программ образовательных. Когда я запущу парамаркетинг, вы можете послушать и использовать знания. Ну, там еще планирую по веб-аналитике запустить полный комплексный курс для e-commerce. Тоже можно послушать. Окей, какие вопросы ко мне остались? Есть ли вы какие-то вопросы? Задавайте. Я сейчас буду отвечать. Татьяна, у нас сколько еще времени осталось? Вот здесь как раз... О, 30 минут? А, у нас 2 часа было планировано. Я вроде планировался час. Смотрите, Мария, здесь важный момент заключается в чем? Давайте будем конкретно беседовать. Что вы продаете? Что ваш за товар? Только давайте подробно описывать. не там подарки, а подробно-подробно с нишей. Может, кто-то еще, если хочет, только максимально подробно описывайте, чтобы я понимал. Потому что общие рынки, о них можно дискутировать очень-очень много. Всех остальных вопросов не осталось, да? Мужская китайская. Сколько много? И все общие фразы. Мужские и женские рубашки, да? Вот, смотрите, весь вопрос заключается. Мария вот как раз описала максимально подробно, как и просил. То есть, мы получаем, во-первых, постельное белье. Пошив под заказ. Окей, это еще веселее. И цепи под золото. Смотрите, Мария. Суть заключается в чем? В том, что у вас такая очень интересная ниша. То есть, это сейчас комплект, постельное белье где-то там около 5000 стоит. То есть, у вас все-таки чуть выше. Причем, я не знаю, почему вы белое однотонное взяли. Это интересный вариант. Может быть, может быть, интересный вариант. И, соответственно, в том числе пошив. Смотрите, первое, с чего вы должны, конечно, начать, это, соответственно, с определения вашей целевой аудитории. Если у вас, соответственно, целевая аудитория в вашем ближайших руках не соответствует тому, что вы предлагаете, то есть, они не являются потребителями, то в данном случае я бы рекомендовал вам подумать. Ну, начать с контекста, безусловно, надо. То есть, в контексте люди задают. То есть, это не настолько элитарный товар, чтобы не искать его в контексте. Я бы, наверное, вам предложил бы попробовать сходить в какие-нибудь там онлайн-журналы посмотреть там аудиторию, но только таким не совсем онлайн-журналы там для домохозяек, а такие какие-нибудь гламурные вещи посмотреть. Потому что, ну, все-таки у вас ценовая аудитория это как бы средний плюс, а не средний. Ну, вот, наверное, сейчас в Фейсбуке вам, безусловно, тоже в социалках авторитированной рекламе обязательно надо эту аудиторию найти, потому что там вы сможете авторитировать лучше. Почему она называется авторитированной рекламой? Так как там есть больше возможностей авторитироваться. И, в принципе, вам в данном случае нужна только женская аудитория, потому что, ну, вряд ли мужчины будут покупать это белье и авторитироваться на бизнес-аудиторию. То есть, я бы вам рекомендовал действительно попробовать в социалках поймать бизнес-аудиторию с хорошим средним чеком как раз вы туда войдете нормально. Ответил на ваш вопрос, Мария? Ну, по поводу SEO и всего остального это безусловно. То есть, в общем, SEO-контекст нужно вообще всем. Вообще всем. Давайте открою еще какие каналы у нас есть. Так. Ну, вот, в общем, вам нужно тарикетироваться в социалке сметосмог, контекст, поиск. Попробуйте, вот, может быть, для вас очень хорошо сработает медийка. Очень медийка. Потому что вы как раз ориентируетесь на аудиторию. Единственное, что ее вам надо будет выбрать. Можете попробовать покупать аудиторию через RTB. RTB — это Real-Time Bidding. по сути, это аукцион в медийной рекламе, которая работает по аналогии в Яндекс.Директ или в Google AdWords. То есть, вы определяете целевую аудиторию и можете попробовать купить ее. То есть, вам нужно именно бизнес-аудитория, намечайтесь именно на тех, кто руководит подразделениями, то есть, не на офисных исполнителей, а вот чуть выше. Окей, давайте еще возьмем парочку. Так, отвечу на еще пару, наверное, даже хотя у нас еще время много. Так, ну, давайте еще раз. Все, кто написали, вы написали очень узкую, это как бы, может быть, хорошую нишу, но попробуйте написать как Мария. То есть, средний чек, описание внутреннее, потому что Мария дала достаточно хорошую информацию, может быть, немного ее, но достаточно хорошую информацию, чтобы можно было рассказывать, потому что мужские и женские рубашки это ни о чем, а постельное белье золото. А ты вызвал из золота делать постельное белье или из чего? Давайте, вот, опишите максимально подробно, хотя бы, чтобы было понимание. Вот, вот, как раз, Георгий, игровые приставки преимущества до 90-х к годам в Бенде PlayStation. Вот. Сергей решил мне сразу продать бета мангал барбеку за 7500. Смотрите, вот, игровые приставки, очень интересная аудитория, преимущество 90-х годов в Sega. Понимаете, здесь это очень интересная и сложная тема, потому что по факту вы таргетируетесь, вот как раз, Георгий, вы таргетируетесь на аудиторию наверное 30-ти и выше те, кто в эти игрушки играл, потому что для них это в большей степени ностальгия. То есть, они не будут покупать для того, чтобы активно играть. Они вот для ностальгии, да, а для всего остального очень-очень сомневаюсь. Поэтому, понимаете, здесь, если вы хотите конкурировать со смартфоном, с его мобильными играми, вы не выиграете в этом случае никак. Поэтому, я бы вам рекомендовал бы, если у вас только эти игровые приставки, то есть, 90-х годов Sega, Migrated, то именно делать на ностальгию. Хотя, PlayStation 1 это уже достаточно продвинутая штука, и это сложно к ностальгии отнести, а вот Dendy, там это Nintendo, что-то у нас еще было. Ну, пока не знаю, надо еще подумать, какие еще есть возможные варианты. Так, давайте еще. Вот Валерий. Посуда для готовки, сковороды, сотейники и прочее. Чек 1,5-2,5-5,5 тысяча. Ну, у вас достаточно средний чек, то есть, в принципе, у вас фактически все каналы работают, вообще все каналы. Если бы у вас было бы дороже, со средним чеком там где-то 7-10 тысяч, если бы у вас бы получался, то в данном случае у меня был опыт работы с таким магазином, к сожалению, там есть проблемы. И с посудой, вообще, вот именно с посудой, которую вы продаете, все товары по эмоциональной окраске я делю на сложные и простые. Простые товары, это вот когда вы ребенку покупаете штанишки или там курточку, вы сразу эмоционально понимаете, вам нравится это. Может быть, ребенку не сильно нравится, а вам нравится что-то, что ребенок в новой одежде. Когда вы покупаете для того, чтобы слушать акустику, может быть, она, конечно, дорогая, но вы эмоционально сразу получаете отдачу. То есть эмоционально продать хай-энд акустику легче, да, стоимость выше, но ее легче продать. Вот как раз посуду в эмоциональном плане она сложный продукт, потому что когда вы продаете посуду, то все лавры достаются тому, кто готовил, повару. А то, что это в хорошей посуде готовилось, что это подавалось на хороших тарелках интересных, особенно дорогих, каких-нибудь премиальных. В большинство случаев люди не ассоциируют с этим. Поэтому вот есть товары с эмоциональной окраской сложные, с эмоциональной окраской простые. Может быть, одежда и сложный товар по продажам, но с эмоциональной стороны, особенно для детей и женщин, это вообще шикарная вещь. То есть люди сразу эмоции получают. Поэтому в вашем случае нужно, ну медийка в вашем случае не подойдет у вас достаточно среднеценовая, то есть у вас такая достаточно простая посуда. Поисковую оптимизацию безусловно, контекст безусловно, в социальных медиа, вот этот вопрос я так и до сих пор не понял, что постить. Постить рецепты неинтересно, постить что-то еще неинтересное, то есть какие-то там вещи, которые люди, вот в социальных медиа сложно здесь экспертный уровень найти. Таргетированную рекламу, да, надо идти, в тизерную прессовую, да, надо идти, в каталожную, да, партнерки, ну как я говорил, партнерку смысла запускать нету, поэтому из каналов я рекомендую вам все. С ремаркетингом обязательно работайте, это вообще для всех рекомендаций, с e-mail маркетингом, то есть хотя бы рассылайте анонсы, что у вас появился новый товар. Окей, товары для фото, вторбот, вот как раз у Михаила товар для вторбола, какое название. Вот это очень показательная вещь, узкая ниша. То есть, Михаил, у вас вообще вы увлекаетесь вторболом, да? Да. Ну отлично, у вас по сути есть хорошее понимание целевой аудитории и доступ к целевой аудитории, то есть для вас вообще все рекламные каналы в данном случае не актуальны, то есть самый лучший вариант это просто взять, наделать кучу флагов, листовочек, там как хотите можно называть это, и соответственно раздавать в офлайне. Вы же принимаете участие в этих состязаниях? Михаил, вы с нами? Ну, не вопрос профессиональный, вы хоть при ней приходите, там смотрите, если вы увлекаетесь? Ну вот, начните с друзьями, то есть в принципе никто вам не мешает заняться стандартными вариантами, подходите к, не знаю, к администратору команды, как там их называют, я не помню, людей, к менеджеру команды, и соответственно предлагаете оптом, то есть в принципе вам даже может быть проще, ну, контекст вы можете поисковой оптимизации использовать для привлечения, по поводу социальных, но я просто не знаю, там есть паблики какие-нибудь, где там это обсуждается, вот в Торбут, давайте посмотрим сразу, вот, в Фейсбуке есть это или нет в Фейсбуке, так, Фейсбук, я просто в Фейсбуке сижу чаще, поэтому у меня там авторизация есть, а ВКонтакте я не сижу, ну, так, так, совсем немножко, совсем немножко, но в социалке у вас не сработают, может, ВКонтакте действительно есть, я просто ВКонтакте мало сижу, я в Фейсбуке в основном сижу, я в Ленке 3D. Ну, вот, можете национальную, то есть, вот вы можете сделать самое веселое, то есть, вы можете ремаркетироваться, ретаргетироваться на аудиторию этих пабликов, то есть, вы можете выгрузить айдишники тех, кто там участвует в этих пабликах и на них разместить рекламу, пожалуйста, вот самый простой способ это получение ремаркетинга, потому что ремаркетинг, он может быть не только на вашу аудиторию, но и на аудиторию, которая вам интересна, которой вы получили знания какие-то. И уже, пожалуйста, привлекайте. Ну, с товарной прессовой рекламой вы можете участвовать, но в принципе, вам, конечно, лучше всего попробовать в офлайне активно порекламироваться и привлекать в онлайн. То есть, выходите в интернет-магазин, познакомьтесь, и чтобы была эта механика хорошо работала, предложите небольшую скидочку и промокод именно в такой скидке. И вы можете сделать несколько различных вариантов промокода и раздавать листовки в различных местах. И вот вам готовая схема анализа трафика, как работают ваши листовки в тех или иных там районах. Пожалуйста, или на тех или иных мероприятиях. Вот хорошая рабочая схема для работы. Так, понимаете, Наталья, в принципе, вы можете заниматься всем, чем хотите, даже нишевой авторской бижутерии для определенной категории девушек. Вопрос заключается в том, что бизнес, вот давайте, чтобы вы, соответственно, понимали, как все в нашем государстве весело. Государство делит на 4 сегмента весь экономический рынок. То есть, есть микробизнес, есть малый, средний и, соответственно, крупный бизнес. Микробизнес это до 70 миллионов рублей в год оборот. Так что всем у микробизнеса от 70 до 40 до 400 это малый. 400 миллиард это средний. От миллиарда это действительно крупный бизнес. У нас в России, к сожалению, есть очень много микробизнеса, немножко малого бизнеса, там больше провал в среднем бизнесе и есть крупняк, который делает очень много денег за счет того, что они крупные магазины. Не магазины, там крупные предприятия. Поэтому, в принципе, если вы хотите, чтобы у вас был бизнес, то я считаю, что для того, чтобы бизнес нормально построить работающий, вы должны выйти на ежемесячный оборот хотя бы в 3-5 миллионов. То есть, если вас устраивает неформальный доход, пожалуйста, вы можете работать и в принципе в авторской, наверное, бижутерии вы вряд ли сможете масштабировать, потому что в данном случае вы по сути являетесь частью продукта. если вы наймете кучу-кучу коллег, которые вы... Ну да, если вы хотите с оборот небольшим, то есть, для себя, пожалуйста. То есть, в принципе, это нормальная аудитория, но в данном случае вам, наверное, проще всего зайти на... Вот есть такой сайт Горитмастеров. То есть, вам проще не заниматься таким активным маркетингом, потому что вы можете столкнуться с очень-очень большой проблемой. Здесь важно понимать... Ой, смотрите, это тоже очень... С одним клиентом мы подняли продажи два раза, а потом они упали от того, что мы подняли на еще 25% вниз. Суть заключается в чем? Магазин может спокойно перенести повышение, снижение продаж на 25%. То есть, условно, если нам нужно продавать на 100 тысяч, там 75, 125, это пороговое значение, которое любой магазин спокойно перенесет. Если увеличить до 150 тысяч рублей оборот магазина, то, вероятнее всего, магазин справится. А вот в два раза увеличить оборот магазина чаще всего у вас не получится, чтобы вы потом на этом же и остались. Потому что, если вы резко будете наращивать трафик, и у вас будет много-много продаж, у вас качество обработки заказа резко упадет. Очень резко упадет. Поэтому, в данном случае, Наталья, я вам рекомендую сделать самый-самый лучший вариант. То есть, если вы хотите начать, вы начните с всяких городов-мастеров, можете создать, вот в вашем случае в социальной сети, можете там создать паблики, где вы будете выкладывать примеры работ и рассказывать. я бы даже вам рекомендовал рассказывать, как это вы делаете. Не бойтесь, вот я, видите, я вам рассказываю, как надо все это делать. Не бойтесь рассказывать другим. Я уже преподаю не первый раз, рассказываю, выступаю не первый раз. Я убедился в одном. Из 100 слушающих 10 поймет. Из 10 понявших полностью все, что я рассказываю, только один применит. Поэтому не бойтесь рассказывать все, что делаете. Вот это тоже миф, вот если я расскажу людям, как это делается, они сделают самостоятельно. Да, человеческая лень безгранична. Никто не сделает, понимаете, есть люди, которые умеют это делать, но им проще заплатить, чтобы, вот есть люди, которые умеют, кто не умеет убираться дома? Да, все умеют убираться дома, то есть это не такая сложная работа. Но людям иногда проще заплатить, чтобы к ним пришли и убрались. Все. Так что, вот это бояться вообще не стоит, что кто-то у вас, если у вас, конечно, вы выбрали целевую аудиторию клиентов, которые делают все самостоятельно, вот есть, у Audimania, я просто очень хорошо эту аудиторию понимаю, у Audimania есть такие категории самодельщики, которые любят там какой-то ламповый звук, там, чтобы это там кондиционеры, как там звучат и все остальное. И вот они приходят с деталями в Audimania, то есть это отдельная категория. Там люди измеряют все это там, перекатакучают эти вещи и там смотрят, чтобы кондиционер там звучал хорошо, эта деталь звучала хорошо. Ну, есть люди такие, ну, это аудитория, то есть, если вы сможете с ними работать, пожалуйста, работайте. Но даже с ней можно работать успешно, то есть, им продавать, если они хотят, там, не знаю, делать бижутерию, им продавать нитки и, соответственно, то, с чего будут делать бижутерию. То есть, все это нормально на рынке. Поэтому, Наталья, идете там, где тусуются как раз те, кто ищет авторские работы, делаете в социалках паблик, где полностью все рассказываете, как вы делаете, вы соберете аудитория, а тех, кто, в принципе, хотел бы сделать, но у него не получается, ему проще купить у вас. Вы такую аудиторию тоже соберете. Опять же, на Целкербер позвоните, там, Мосигра, очень хороший пример, рассказала, что они рассказывали, как они строят свой бизнес и достучались даже до тех, до кого они не могли достучаться, потому что их рассказы читали владельцы бизнеса, всякие топы, а эту аудиторию очень сложно выцепить в рекламе. И в итоге, наиболее качественные аудитории они получили через рассказ, как у них все устроено в бизнесе. Поэтому делитесь знаниями о том, как вы делаете, фотографируйте, Инстаграм заведите, обязательно фотографируйте процесс, стимулируйте клиентов, чтобы они оставляли фотки, потому что им похвастаться, какая у них авторская работа, им тоже будет интересно. Все это заливайте, заливайте, сделайте вокруг себя вот именно, знаете, такой шум, что вот, как это можно сделать, как это мы делаем. И в итоге, вот это все, вот этот инфошум будет к вам и проводить клиентов. Это вот самый лучший вариант, это, наверное, для вас. Единственное, что постарайтесь его как-то контролировать, это сложно, потому что, если он завирусится, вы не сможете, вирусным эффектом управлять невозможно. Сразу скажу, если кто-то надеется управлять, невозможно. Просто может завируситься, и к вам начнет проходить очень много клиентов, и эти клиенты просто банально закидают вас заказами, вы не сможете уже оказывать достаточно качественный сервис. Это вот эта проблема. То есть, вы при любом варианте не должны терять качественный сервис, потому что авторскую работу предложить может любой. Более-менее адекватный автор на городе мастеров, там их, ну, не миллионы, но хотя бы там несколько тысяч точно можно найти. Поэтому качество важнее, чем все остальное. Если вы качество уродите, то вообще к вам больше никто не придет, потому что по факту это вообще работа на доверие. А то, что официально-неофициально, в большинстве случаев это вообще по барабану большинству людей. То есть, единственное, что налоги у вас начнут замечать, если у вас будут хорошие обороты. То есть, если вы будете делать несколько сотен тысяч рублей в месяц, ну, в какой-то момент придет налоговый инспектор и скажет, ай-яй-яй. Так что сами решайте. И давайте еще один магазинчик. Так, постельное белье, средний чек, две с половиной, расцветки моногообразные, материалы также разнообразные. Евгений, ну, это вообще товар, это товар стандарта, то есть, у вас действительно средняя такая цена. Ну, в принципе, наверное, всякие ивановские, там, что-то у нас популярное оттуда идет. Ну, у вас вообще все, все каналы, которые есть, надо использовать. Просто я бы вам все-таки рекомендовал бы обозначить вашу целевую аудиторию. Вот, например, если вы делаете, выберете только российские, мы там, российских производителей, попробуйте сыграть на том, что это вот патриотизм, покупай российское и сосредоточиться в регионах. Так, ну, давайте еще один магазинчик какой-нибудь возьмем. Так, кто у нас там еще писал? Иван, вот смотрите, опять же, со строительным оборудованием вы не в ту тему попали. Давайте, а у нас битубишники какие-нибудь, может быть, есть? Давайте скажу. В принципе, здесь вопрос заключается в чем? Я уже рассказал определение это микробизнес, малый, средний и крупный. Вот, смотрите, если вы в основном работаете с микробизнесом, с микробизнесом, то есть, до 70, у них оборот, до 70 миллионов оборотов в год. То есть, это как раз то, что позволено для упрощенки, упрощенного налогобложения. в данном случае вы можете использовать почти все механики, которые работают в B2C-сегменте в розничных продажах. Потому что микробизнес в подавляющем большинстве использует свой потребительский опыт для принятия решения. Но, опять же, здесь вы понимаете, что стоимость вашего пескоструенного автомата и там лакокрасочного, где там у вас, окрасочное оборудование. А именно что пескоструйка, то есть, это для машин или для чего? Хорошо, Сергей, сейчас я по мангалам расскажу. Только мангал это сезонная тема. Так, я вот все, я потерял. Где там? А, Иван, Иван, да? Иван, у вас что именно за пескоструйка? Пошли юридические консультации. Да, давайте расскажу, если хотите, раз у нас Ивана нет, ушел. Иван, похоже. Ну, смотрите, Сергей, то есть, у вас, в принципе, очень простая тема, и, в принципе, если вы продаете много товаров, да, вот здесь как раз Сергей интересную тему затронул, то есть, лыжи сани берут, а летом мангалы барбекю. для каждой товарной группы есть отдельная целевая аудитория, потому что сани и там лыжи это зимний товар, а мангалы это все-таки в большей степени летний товар. Поэтому в данном случае я рекомендую делать для каждой товарной группы отдельный, отдельный совершенно. И, ну, смотрите, здесь, ну, с мангалами здесь все достаточно просто, самый лучший вариант это попытаться найти дачников целевого аудитория, то есть, зайти туда, но, опять же, здесь как раз проблема заключается на как стать экспертом. Вот с экспертом я вот пока не могу вам предположить какой-то вариант, чтобы вы могли и консультировать по мангалов, консультировать не особо сильно. Можно по лыжам, по саням, то есть, когда лыжи выбирают, то есть, чтобы человек позвонил вам, получил консультацию и, соответственно, ушел с консультацией. Но так вам все каналы подходят, потому что у вас достаточно общий товар, который интересен всем. Окей, давайте Наталье отвечу по поводу ИП, я просто сам занимался, то есть, в принципе, ну, важный здесь важный вопрос по ИП в том, что у вас есть фиксированные платежи, то есть, в принципе, эти платежи вы должны платить. В ИП у вас есть, сразу рекомендую на упрощенку заходить, и у вас есть два варианта упрощенки. Есть упрощенка 6% с общего оборота, есть, соответственно, 15% минус расходы. Если вы будете продавать, и у вас маржинальность будет где-то 30-40%, то в этом случае я вам настоятельно рекомендую брать расходы. Потому что там где-то, в общем, в интернете есть, можете посмотреть. Насколько я помню, если у вас что-то процентов 60 вы будете на расходы отправлять, то в данном случае вам это выгоднее работать 15% на вашу прибыль, то есть, на ваши доходы, то есть, оборот минус расходы. Если меньше, то в данном случае вам будет интересно 6%. По поводу того, что оформлять там до начала, это выбирайте самостоятельно. То есть, если у вас очень долгое начало, вы можете соответственно открыть перед самым. ИПшка открывается достаточно быстро, без проблем. И самое главное, самое главное няшка ИП в том, что деньги на счету, которые у вас лежат, это ваши деньги. Вы их берете, кладете, переводите на свой личный счет и все. Никакой налоговой, то есть, вы заплатили налоги положенные и больше никаких вопросов налоговой у вас к вам не будет. То есть, это ваши личные деньги. Вы забрали, поэтому ИП наиболее оптимальны. По поводу, то есть, вести без юрлица, без ИП бизнес, ну, в принципе, вы, конечно, можете вести, но по факту вам будет очень сложно в силу того, что это более-менее адекватные сервисы, там, типа Яндекс.Касса, все так или иначе будут требовать от вас непосредственно каких-то юридических документов. А с физиками они не будут работать активно. Поэтому, ну, стоимость обслуживания ИП, она не очень высокая. А потом, в какой-то момент вам потребуется перейти на ООО. То есть, поэтому лучше сразу же начинать делать, то есть, и спокойно работать. Смотрите, еще раз, в бухучете есть две схемы. Есть общая схема налогобложения называется ОСНО. Есть упрощение с этой системой налогобложения ОУСН. Соответственно, в обычной системе налогобложения вы платите НДС, все доходы, все налоги, там, налог на прибыль, кучу-кучу-кучу-кучу-кучу налогов. Без бухгалтера вы обслуживаете обычную систему налогобложения не сможете использовать. Там бухгалтер вам обязателен. Вообще, кровь из носа вам обязателен. С ОСН все гораздо проще. И в ОСН есть это, вот, зайдите на сайт IP, 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 там, точка.ру, там, три раза ИП. И там все подробно описано. Сейчас я вот его найду, сайт. Там очень-очень хорошо подробно описано по всем этим схемам. Вот этот сайт. То есть, есть, как я сказал, две схемы ОСН. Соответственно, 6% со всего оборота или, соответственно, 15% с доходов. Субтитры сделал DimaTorzok